Некоторые коллеги наши из Управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из Федеральной службы безопасности, из ФСБ и из некоторых других ведомств приняли участие в избрании и были избраны. Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к вам и другим представителям Академии наук. Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может. Первый вопрос и второй вопрос. Что мне теперь делать? Что мне теперь делать с этим? Что сказать? Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей. Нет, вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть член-корами и академиками. Владимир Евгеньевич, они прошли весь конкурс без всякого изъятия и исключения. У нас, я вам докладывал, у нас кинетика выборов такая, что шесть раз этот человек должен быть заслушан, и шесть раз за него голосуют. Ну, то есть, вы мне прямо не отвечаете на вопрос, Владимир Евгеньевич. Значит, тем не менее, я закончу фразу за вас. Значит, они крупные ученые, да? Они достойны того, что их избрали. Ну, значит, они крупные ученые. Получается так. Ну, тогда вторым вопросом я вас мучить не буду. Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления. Продолжение следует... Продолжение следует...